И Андрей Скворцов, он уже, если ты не заметил, у нас в студии. А почему все время Андрей к нам приходит? Давайте мы придем к Андрею. Подходите к карте. Подходите к карте, конечно же. Гарри, кстати, любит помогать и искать города на карте, когда кто-то рассказывает. Да что вы, там так много городов. Пойдемте посмотрим, что там есть. Значит, мы сегодня рассказываем про бабье лето. Про бабье лето. Запомнил? Запомнил. Бабье лето это тепло. Бабье лето это тепло. Командуй, чтобы появилась карта. Покажите-ка мне карту, режиссер. Смотри, она уже здесь. Вот эта круглая штука, это циклон. В циклоне дожди. Дожди уходят на Камчатку. Камчатку нашел? Вот она. П. Камчатский. 17 градусов. Поселок Камчатский. Ну а следом за ним на юге Дальнего Востока Хабаровск, Владивосток. Плюс 28-29. Не фуф, а. А я всегда хотел спросить, вот это кто наступают? Красные, а вот... А вот ты послушай. Юг Сибири. Бабье лето это тепло плюс высокое давление и без дождей. Это как раз на юге Сибири, там уже улетело, но там было от плюс 27 в Омске, плюс 27 в Омске до 18 в Иркутске. Ну а на европейской части, посмотри, синяя Кривулька, это холодный воздух. Называется Кривулька, да? Кривулька. Это фронт по-научному, но тебе, чтобы было проще. Кривулька, понял. Хорошо. Итак, Кривулька уходит к Поволжью, поэтому в Самаре, в Саратове, в Ижевске, в Нижнем Новгороде холодно и дождь. Ну а на смену холодной Кривульке приходит теплый воздух. Я не знаю, мы с тобой пропустили, здесь были такие красные пятна, это вот... Я это называю УЗИ. У нас одинаковые карты? У нас одинаковые карты. Да, 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 ты можешь там повторять все мои движения. Значит, поэтому в Санкт-Петербурге... Показывайте, ну это нас. В Санкт-Петербурге сегодня 14 градусов со слабыми дождями, завтра уже 19, вот так наступает тепло. В Москве сегодня 14, дожди слабые, завтра 15, а в среду плюс 20, 22, в четверг 25, в пятницу 25 с лишним. Это все в Москве. В субботу в Москве, в пятницу 25, в субботу дожди и похолодание, извините, дольше хорошую погоду мы не удержим. Ой, оно...